Мы спросили Анаса, а сколько времени прошло между завершением их сухура и приступанием к молитве? Он ответил. Хадис под номером 571. Ибн Джурейдж сказал. «Однажды я спросил у Ата Ибн Абу-Рабаха, и он сказал, «Я слышал, как Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, говорил, однажды ночью посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, откладывал вечернюю молитву до тех пор, пока люди не заснули, и затем проснулись. Затем они опять заснули и снова проснулись, после чего Умар Ибн Аль-Хаттаб встал и сказал, молитва. Ата сказал, Ибн Аббас сказал, «У меня перед глазами и сейчас стоит вышедший к людям пророк, да благословит его Аллах и приветствует, с его головы, на которой он положил руку, капала вода». И он сказал, «Если бы не было это слишком тяжело для членов моей общины, я обязательно повелел бы им совершать эту молитву именно так, то есть именно в это время». Глава. Время совершения вечерней молитвы может продолжаться до середины ночи. Абу-Барза сказал, «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любил откладывать ее до середины ночи». Хадис под номером 572. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отложил вечернюю молитву до середины ночи. Затем он помолился и сказал, «Люди уже совершили молитву и заснули, а вы присутствуете на молитве и тогда, когда ожидаете ее начало». Тут имеется в виду, что за ожидание молитвы человек тоже получит награду. Хумаид передал, что слышал, как Анас сказал, «И я будто и сейчас вижу, как блестел той ночью его перстень». Глава. Достоинства утренней молитвы. Хадис под номером 573. Сообщается, что Джарир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды в ночь полнолуния, когда мы находились вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он посмотрел на луну и сказал, «Поистине, вы увидите Господа вашего так же ясно, как видите эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезрения его. И если сможете вы добиться того, чтобы ничто не мешало вам совершать молитвы перед восходом солнца и перед закатом его, то совершайте их». А после этого он прочитал аят, в котором сказано, «И прославляй Господа твоего до восхода солнца и перед заходом». Коран. Сура Каф. Аят 39. Хадис под номером 574. Передается слов Абу Мусую, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Вошел в рай тот, кто совершал две молитвы в прохладное время». В данном случае речь идет об утренней и послеполуденной молитвах. В первые годы существования ислама мусульманам предписывалось совершать только две обязательные молитвы. Глава. Время утренней молитвы. Хадис под номером 575. Анас, да будет доволен им Аллах, передал, что Зайт ибн Саабид, да будет доволен им Аллах, рассказывал ему о том, что однажды они вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, поели перед рассветом во время Рамадана, а потом встали на молитву. Анас сказал, «Я спросил, и сколько времени прошло между одним и другим, то есть между завершением еды и началом молитвы?» Он ответил, «За это время можно было прочитать 50 или 60 аятов». Хадис под номером 576. Передается слов Анаса ибн Малика о том, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и Зайт ибн Саабид поели перед рассветом во время Рамадана, сухур. И когда они завершили сухур, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал на молитву и помолился. Передатчик этого хадиса сказал, «Мы спросили Анаса, а сколько времени прошло между завершением их сухура и приступанием к молитве?» Он ответил, «Время, за которое человек может прочитать 50 аятов». Хадис под номером 577. Передаются слов Абу Хазима о том, что он слышал, как Сахаль ибн Саад, «Да будет доволен им Аллах», говорил, «Обычно до того, как начать соблюдать пост, я ел перед рассветом в кругу семьи, а потом мне приходилось спешить, чтобы успеть совершить утреннюю молитву с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Хадис под номером 578. Сообщается, что Ибн Шихаб сказал, «Мне сообщил Урва о том, что Айша рассказывала ему. Жены верующих присутствовали с посланником Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах на утренней молитве, покрытой плащами, а затем, после окончания молитвы, они возвращались к себе домой, и в рассветной темноте никто не мог их узнавать». Глава. О том, кто успел совершить один ракат – утренней молитвы. Хадис под номером 579. Передаются слов Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто успел совершить хотя бы один ракат – утренние молитвы до восхода солнца, уже успел на утреннюю молитву. И тот, кто успел совершить хотя бы один ракат – после полуденной молитвы до захода солнца, уже успел на послеполуденную молитву». Глава. О том, кто успел совершить из молитвы один ракат. Хадис под номером 580. Передается слов Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Тот, кто успел совершить один ракат молитвы, тот успел совершить эту молитву». Продолжение следует...